По одному миллиону рублей распорядился выплатить губернатор Ямал-Анининского автономного округа семьям погибших при крушении вертолета Ми-8. Напомню, среди пассажиров было едва мяча. При падении воздушного судна, которое принадлежало авиакомпании «Скол», погибли 19 человек. Перевозчик и страховая компания также пообещали выплатить денежную компенсацию родственникам погибших. Вертолет совершал рейс от Сузунского месторождения в Красноярском крае к поселку Урингой на Ямале. Рассматриваются три основных версии крушения. Нарушение правил эксплуатации и безопасности полета, отказ техники и неблагоприятные метеоусловия. Но ни одна из них пока не является приоритетной. За последние два года это уже 13-я катастрофа вертолетов Ми-8 в России. В чем причина конкретно этой аварии, мы спросили у эксперта. Там были очень сложные условия. Туман, осадки, высокая влажность. Это могло привести к очень значительному обледенению. Моя версия. Это неэффективная работа противообледительной системы вертолета Ми-8, которая могла привести к отказу материальной части. В конкретном случае это мог произойти отказ двигателей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...